Уважаемые коллеги, всегда хорошо, конечно, когда есть протокол, есть аргументированное подтверждение, что мы будем принимать, что, как, где будет работать. Но все-таки, когда в протоколе написана просто группа препаратов, а мы должны выбрать из целого ряда препаратов конкретных, мы должны знать их определенные характеристики, чтобы ваш аргументированный выбор был максимально эффективный и с минимальными, конечно, побочными эффектами. Прежде всего, проблема аллергии не менее актуальна, нежели инфекции бактериальные, не менее актуальна, нежели инфекции вирусные, про которые мы говорили. Аллергия сегодня – это пандемия. 50% населения Европы имеют аллергические заболевания. Посмотрите, представлены статистические данные. К 2020 году по рекомендации экспертов аллергологических ассоциаций, каждый второй ребенок будет страдать аллергическими заболеваниями. Вот посмотрите данные по эпидемиологии аллергических заболеваний у нас в Украине. Первое – это взрослые, это данные Бориса Михайловича Пухлика. Второе – это Татьяна Рудольфовна Уманец, наш республиканский детский аллерголог, хотя уже нету специалистов, но так и все равно данные приходят, они оценивают и дают данные официальной статистики. И самая последняя колонка – это те данные, которые были получены в Харьковском национальном медицинском университете. Мне очень приятно, что Виктор Андреевич Огнев – это профессор нашего университета, Анатолий Иванович Кожемяко, они первые в Украине провели исследование, которое изучало распространенность аллергии именно эпидемиологическими методами. И посмотрите, пожалуйста, при аллергический ренит – это 15-20%, бронхиальная астма – до 10%, и атопический дерматит – 15-20%, то есть практически каждый четвертый, каждый пятый больной имеет уже определенную нозологическую форму, в основе которой лежит аллергическая реакция, и помимо этого еще достаточно много аллергических реакций имеют место быть. Сегодня более подробно про выбор антигистаминный препарат при лечении заболеваний кожи, прежде всего при атопическом дерматите. Я вам напоминаю, что сегодня термин, который диатез мы использовали раньше, аллергический, эксудативный диатез, эксудативно-катаральный, этот термин уже не используется, ибо диатез – это предрасположенность, а даже если незначительные легкие поражения кожи мы видим, это уже называется атопический дерматит и различные его клинические формы в зависимости от возраста. Это крапивница, которой практически один раз в жизни болеет до 30-40% населения, и в принципе, если это и диапатическая крапивница, даже самые продвинутые лаборатории мира не могут установить патогенез и причину этой аллергической реакции. В патогенезе всех аллергических заболеваний лежит гистамин. И в алгоритмах лечения практически всех аллергических заболеваний, кроме бронхиальной астмы, применяются антигистаминные препараты. И несмотря на то, что мы сегодня уже знаем, и лейкотриены, и интерлекины, и моноклональные антитела употребляются, блокирующие тот же иммуноглобулин, и амолизумаб, и монтолуказ, как ингибиторы лейкотриенов, но антигистаминные препараты – это те препараты, которые применяются при лечении всех аллергических состояний. Впервые осуществил синтез гистамина в 1907 году, а в 1910 году сэр Дейл Хендри, он открыл значение гистамина именно как медиатора аллергии. Более всего он имеет значение при первом типе аллергической реакции и при первых типах более эффективны. При других типах аллергических реакций больше задействованы лимфоциты, там кортикостероиды применяются, но антигистаминный препарат все равно есть в протоколе лечения. Самые первые антигистаминные препараты, они были созданы в 1937 году, но они были достаточно токсичны и использовались только в эксперименте. С 1942 года получены первые антигистаминные препараты, которые можно было применять у людей. Они были внедрены в практику в 50-е годы, но значение этого открытия стало понятно только спустя 10 лет. Из-за открытия антигистаминных препаратов в Бовиту в 1957 году была присуждена Нобелевская премия. В 70-е годы сформулировано понятие об антигистаминных рецепторах первого, второго поколения. Сейчас уже есть антигистаминные рецепторы 3-й, не поколение, а H1, H2. Сегодня мы уже узнаем H3 и H4 гистаминовые рецепторы, но антигистаминные препараты действуют в основном на H1 рецепторы. Представлена эволюция антигистаминных препаратов. В начале это первые классические антигистаминные препараты, такие как Супрастин, Тавигил, Финкарол. Я прошу прощения, называю их названиями препаратов, для того, чтобы было более понятно аудитории. В 1979 году был создан первый препарат второго поколения, Терфенадин, но сейчас его нет на рынке, потому что у него все-таки был выраженный кардиотоксический эффект. И в дальнейшем шло по пути совершенствования эффекта и уменьшения побочных эффектов препаратов. В чем же все-таки принципиальная разница между вот этими антигистаминными препаратами первого поколения и те антигистаминные препараты, они называются второе поколение, активные метаболиты второго поколения, иногда в украинской литературе третье поколение, чем они принципиально отличаются. Итак, первое поколение – это димедрол, тавигил, дипразин, пипольфена сейчас уже практически неиспользуемый, супрастин, фенистил, несмотря на то, что этот препарат появился только в последнее время, но это тоже первое поколение, фенкарол и диазолин. Вот это первое поколение, с которого и начиналась эпоха лечения аллергических заболеваний. Их принципиальное отличие состоит в том, что препараты первого поколения, они не селективно блокируют гистаминовые рецепторы первого типа, а также блокируют еще и второго типа. Относительно высокие терапевтические дозы, мы их применяем в большой дозе и кратность 2-3 раза в день. У всех этих препаратов есть атропиноподобный эффект, оно вызывает сухость слизистых оболочек, именно поэтому мы не применяем уже антигистаминные препараты первого поколения при лечении бронхитов, как было раньше, и даже при лечении бронхиальной астмы. Имеет место кокаиноподобные эффекты, которые воздействуют на альфа-адренорецепторы, блокирующие и стимулирующие. Седативное действие со стороны центральной нервной системы, поэтому невозможно употреблять, когда ты должен садиться за руль, сложно употреблять школьников тогда, когда он должен идти в школу и что-то активно запоминать. Они стимулируют аппетит, усиливают прибавку веса тела, имеют место дисфункция желудочно-кишечного тракта. Все они для своей активности метаболизируются в печени через систему цитохрома P450. Поэтому тогда, когда мы применяем вместе с макролидами или с препаратами группы теофилина, их эффекты непрогнозируемы и возможны различные побочные эффекты. Также имеет место тахифилоксия, то есть быстрое привыкание к препарату. И вы помните прекрасно, что первое поколение вы даете 10 дней, максимум 12 дней, потом обязательно надо менять, потому что не то, что не будет эффекта, а еще и аллергическая реакция пойдет на этот же препарат. Но и действует только на раннюю фазу аллергической реакции, то есть только антигистаминный эффект, блокада гистаминовых рецепторов, но нет противовоспалительного действия, иммуномодулирующего, то, что для нас интересно, когда мы говорим про лечение аллергии, как хронического заболевания. Но все-таки эти препараты имеют важные преимущества, которые и обуславливают то, что сегодня они остаются в нашем распоряжении и будут, наверное, еще долго. Первое – это быстрое наступление эффекта. Но если честно, современные антигистаминные препараты второго поколения, но тот же левоцитиризин, у него уже клинический эффект тоже наступает через 12 минут. Это преимущество 50-50. Но вот выраженный противозудный эффект и наличие инъекционных форм – вот это два главных преимущества, которые обуславливают актуальность препаратов первого поколения и сегодня. Особенно важен противозудный эффект. Все, которые сталкиваются с больным, страдающим атопическим дерматитом, вы помните, насколько сильно выражен этот симптом. И классик дерматологии Бенье, он писал, что атопический дерматит – это зуд, покрывающийся сыпью. Ребенок раздирает себя, и очень трудно ему снять этот зуд. Вот этот побочный эффект препаратов первого поколения, седативный эффект на центральную нервную систему, вот эта сонливость, которая как бы является их недостатком, нам очень желательно, когда мы ведем больного, страдающего атопическим дерматитом, с выраженным зудом. И следующий важный момент – наличие инъекционных форм. Вот для меня, например, не очень понятно, почему новейшие антигистаминные препараты не имеют инъекционных форм. И когда мы были на международном конгрессе, когда выступали представители компаний, рассказывающих о высоких технологиях своих, например, препаратов, мы все время задавали вопрос, но почему нет инъекционной формы, ведь это же несложно ее сделать, имея такие технологии. А ответ был такой, что там, где есть крайняя тяжесть состояния, обусловлено аллергией, но тот же, например, анафилактический шок, там не нужны антигистаминные препараты. Вы будете там получать, давать больному тот же самый адреналин, и он определяет тяжесть. Если это тяжелое состояние, вы будете давать кортикостероиды, и они в несколько раз имеют более сильный эффект, нежели антигистаминные препараты. Поэтому, в принципе, второе поколение активной метаболиты второго поколения нет инъекционных форм, их нет и в Европе, и они тоже даже в этом не работают. Хотя для лечения того же анафилактического шока в Европе есть тот же самый аналог димедрола, и инъекционными все-таки формами они антигистаминных препаратов пользуются. У нас здорово, что у нас есть по меньшей мере три инъекционные формы – димедрол, тавигил и супрастин. Более часто, без сомнения, мы пользуемся супрастином, потому что данный препарат имеет более благоприятный клинико-фармакологический профиль. Когда мы были на одной из конференций аллергологических, очень много об этом было дискуссий. Сейчас уже поменьше, потому что мало новых антигистаминных препаратов вводится. Но ранее очень широко обсуждались все свойства, и Борис Михайлович Пухлик, он предложил поставить запятую в фразе про антигистаминные препараты первого поколения. Убрать нельзя использовать или убрать нельзя использовать. Все-таки однозначно все аллергологи едины в том, что сегодня антигистаминные препараты первого поколения при определенных клинических ситуациях, когда надо зуд убрать, тогда, когда надо инъекционные формы введения, они остаются в нашем арсенале, тогда, когда есть поражение желудочно-кишечного тракта. И среди этих препаратов в нашем арсенале есть достаточно давно применяемый, хорошо себя зарекомендовавший супрастин, дозировка 2 мг на кг в сутки. И еще положительный момент, что он по инструкции может применяться уже начиная с месяца. Тоже, опять-таки, юридический момент, который ставит нас все время в затруднение. Мы должны назначать антигистаминные препараты, и вы знаете, что сегодня у ребенка даже в периоде новорожденности может быть аллергия. А практически все антигистаминные препараты второго поколения, активные метаболиты второго поколения, они прописаны только с 6 месяцев. Опять-таки, когда мы спрашиваем, почему только с 6 месяцев, ответ такой, чтобы в европейскую рекомендацию прописать назначение препарата, должны быть проведены двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. То есть для ребенка раннего возраста, который нуждается в препарате, кто-то должен получать препарат, а кто-то плацебо. Понятно, что негуманно, неэтично проводить такие исследования, поэтому если идти в рамках юридических, практически вот супрастин прописан с месяца, и это нам дает преимущество с тем, чтобы применять этот препарат у детей раннего возраста, не входя в противоречия с юридическими рекомендациями. Тавигил детям с года, Димедрол с 12 лет. Следующее, второе поколение, это то поколение, которое не проникает через гематоэнцефалитический барьер. Это основное, что хотели добиться, выпуская новые формы препаратов. Более высокое средство гистаминовых рецепторов. Помимо влияния на первую фазу, есть еще и противовоспалительное, противоаллергический, мембраностабилизирующий эффект. Хотя, конечно, от этого эффекта мы больше ожидали, потому что когда появились эти препараты, и мы начали их широко применять, думали, что они могут даже профилактировать развитие бронхиальной астмы. И дети с атопическим дерматитом, два исследования проведено, ИПАК и ИТААК, они получали по 18 месяцев. Один раз цитеризин, а второй левоцитеризин. Была доказана исключительная безопасность этих препаратов, то есть ни у кого не было никаких особых побочных эффектов, в отличие от группы плацебо. Но, к сожалению, бронхиальная астма развилась, как в той группе, которая 18 месяцев получала цитеризин, так и в той группе, которая 18 месяцев получала левоцитеризин. 40% такиатопический марш работает, несмотря, к сожалению, ни на какие наши такие вот интервенции в этом направлении. Эти препараты не вызывают тахифилоксии, их не надо менять каждые 10 дней, как мы меняем первое поколение. Их можно применять и до 18 месяцев, то, что было показано. Их есть исследования, применяют до 6 месяцев. Но, с другой стороны, надо ли такая длительная схема применения, как правило, мы другие подключаем еще опции, если просто один антигистаминный эффект препарат не дает того эффекта, который мы ожидаем. Положительный момент, что отсутствие взаимодействия с пищей и один раз в сутки. Очень удобно. Один раз в сутки, независимо от еды, комплайн существенно повышает в сравнении с антигистаминными препаратами первого поколения. Они быстро начинают действовать практически через 15-20 минут. Но, опять-таки, антигистаминные препараты второго поколения имели и ряд проблем. Прежде всего, они метаболизируются, большинство, через печень, то есть система цитохрома P450, через которую проходят и макролиды, и теофилин, и противогрибковые препараты, за одним исключением – цитиризин. Цитиризин – уже активный метаболит, который сразу начинает работать. И второй недостаток – при повышении дозы может все-таки развиваться седативные, кардиотоксические эффекты. И именно поэтому терфинодил – это первый антигистаминный препарат второго поколения, с которого начиналась эта эра новых препаратов, из-за кардиотоксического эффекта, был снят с производства. Далее развитие шло с созданием еще более совершенных форм. И задача была поставлена такая, чтобы создать тот активный метаболит, который уже бы не требовал метаболизма через печень. Потому что второе поколение – метаболизм через печень, кардиотоксичный эффект при увеличении дозы. Убрать кардиотоксичный эффект и убрать метаболизм через печень. И начало этой генерации условно можно считать цитиризин, потому что он активный метаболит гидроксизина, который еще в 1954 году был создан первым препаратом нового поколения. Вот в Украине оно называется третьим, но в Европе, во всем мире активные метаболиты второго поколения. Это фексофенодин, 96-й год, это дезлоратодин, это левоцитиризин. Вот практически основные препараты, активные метаболиты, которые в 21 веке появились у нас. Среди этих препаратов особое внимание занимает левоцитиризин, который не только активный метаболит сам по себе, но еще и представляет собой лево вращающий изомер цитиризина. Здесь нам надо немножко погрузиться в химию, термины связаны с этой стереохимией, чтобы понять значение, что же все-таки такое левоцитиризин. Хотя опять-таки я после появления его в 2001 году я ждала, конечно, начала эры лево вращающих изомеров, но почему-то она не наступила. Возможно, только у левоцитиризина и у ограниченных фармакологических агентов есть вот такое значительное преимущество лево вращающих изомеров по сравнению с право вращающими. Но все-таки лево вращающие. Что это такое? В принципе, большинство изомеров, которые есть в природе, они одинаковы по строению, но они разные по расположению в природе. Они называются эн-антиомеры. И вот точно так же, как левая и правая рука по-другому расположены, они расположены в пространстве. Оказываются совершенно разные эффекты лево- и право вращающихся изомеров. Посмотрите, талидомид – это тот, с которым было связано рождение детей с уродствами в 60-е годы в Америке, в Европе. Именно лево вращающий изомер дает седативный эффект, и поэтому его принимали беременные женщины. А мутагенные эффекты рождения детей бесконечности было связаны с право вращающим изомером. Морфин – лево вращающий, обезболивающий эффект, Д – изомер, отсутствие эффекта. Алкалоид коры хинного дерева, ибупрофен. Посмотрите, описан даже лево вращающий изомер у сальбутамола, который обладает выраженным спазмолитическим эффектом, и, соответственно, бронхоконстрикторный у право вращающих изомеров. Все в нашем организме создано с учетом лево вращающих изомеров. Я единственная, где вот видела продолжение этой теории, когда сейчас создан новый программный документ по детским молочным смесям, и там написано, что обогащение аминокислотами возможно только лево вращающийся. А в принципе сегодня из лево вращающих мы имеем только левоцитерезин. Может быть, благодаря этому свойству он является препаратом с самым низким объемом распределения, то есть он находится вне клетки, а не идет внутрь клетки. Этим объясняется его меньшая токсичность и большая эффективность. Левоцитерезин у нас представлен препаратом аллерзин. Он обладает антигистаминным, противовоспалительным, противоаллергическим исследованием. Безопасность его подтверждена вот в этом исследовании ИПАК, который я уже озвучивала. Все-таки, что такое доказательная медицина. Посмотрите, исследовался левоцитерезин в 12 странах мира. 2500 детей скринировано. Двойное, слепое, плацебо-контролируемое рандомизированное исследование в параллельных группах. То есть наиболее высокий уровень доказательности. 500 детей отопиков отобрано во всем мире. И все они 18 месяцев принимали цитерезин. Но если нет эффекта на профилактику астмы, четко заявляют, что этого эффекта нет. Но если дети самого раннего возраста, 1-2 года, получали 18 месяцев и не описаны побочные эффекты по сравнению с плацебо, это без сомнения не дало нам профилактику атопического марша, но доказало совершенно уникальную роль левоцитерезина в применении детской практики. Что еще из преимуществ. Вот именно для этого препарата хорошо изучена фармакодинамика и кинетика у детей до 2 лет. И было показано, что период полувыведения 4 часа у детей, более быстрый метаболизм в сравнении с 7 часами у взрослых. Поэтому для детей раннего возраста не 1 раз в сутки, как все антигистаминные препараты новые, а 2 раза в сутки рекомендовано его применять. Доза капли и у детей раннего возраста лучше применять в каплях. В зависимости от возраста, но эти данные есть в инструкции. Когда мы выбираем форму капель, положительный момент, что нет украсителей, нет ароматизаторов, безопасный даже для длительного применения. И особенно это важно, когда мы говорим про лечение больного с аллергическими реакциями. С одной стороны, красители и ароматизаторы необходимый компонент сиропов и стабилизаторы. С другой стороны, большое количество вот этих добавок, которые буквой «Е» обозначаются и описаны, являются сильными аллергенами, в частности, тартразин достаточно известный и некоторые другие. Таким образом, доказана эффективность левоцитеризина в терапии и крапивницы, и атопического дерматита в отношении крапивницы. Именно препараты второго поколения мы будем применять, и они будут главные. Если для атопического дерматита первое возможно и немного второе, то крапивница, особенно длительная, рецидивирующая, только препараты активные метаболиты. Потому что, когда не получен эффект от первого назначения антигистаминного препарата, другое, следующий, по алгоритму шаг, это увеличение дозы новейших антигистаминных препаратов в 4 раза. У нас не прописано это в наших протоколах и руководствах. И когда эти вопросы обсуждались на аллергологических конференциях, что предлагается? Предлагается назначать просто 2 или 3 антигистаминных препаратов новой генерации. Таким образом, мы можем и молекулу поменять и увеличить дозу, не входя в противоречие с нашими юридическими нормами, а соблюдая европейский стандарт. Доказана эффективность левоцетиризина, в частности, в терапии крапивницы и возможно повышение дозы левоцетиризина при лечении данных состояний. Таким образом, антигистаминные препараты, несмотря на наше познание в патогенезе, в расшифровке механизмов действия аллергических заболеваний, они остаются обязательным компонентом терапии практически всех аллергических заболеваний, кроме астмы. При наличии выраженного зуда, необходимости инъекционного применения, все-таки мы продолжаем применять антигистаминные препараты первого поколения, несмотря на некоторые ограничения. И среди новых антигистаминных препаратов активные метаболиты имеют преимущество, потому что более благоприятный профиль безопасности. И один из препаратов, который может быть применяться, это левоцетиризин. Субтитры создавал DimaTorzok